Вы слышите, какой ужасный стук об крышу грузовика? Это град падает. Такой град презервации размером с лесной орех на самом деле даже больше. Есть отдельные шарики града, были даже больше, чем лесной орех. Я бы сказала, грецкие орехи иногда попадались. Они просто разного размера, некоторые маленькие, некоторые большие. Вот такая погода в резервации случилась на днях. И вам были сказаны, что это означает, что где-то рядом прошел торнадо. Торнадо обычно сопровождается грозами и градом. Ну и страшными разрушениями в худшем случае. Нас, видимо, этот торнадо обошел стороной, поэтому на нас только посыпался град. Град относительно небольшой. Это небольшой для резервации, с лесной орех. Бывает больше, бывает размером с теннисный мячик. Если такой крупный град выпадает, то он может повредить машину, может повредить крыши домов. Только представьте себе, что с неба падают камни. Размером, ну, в данном случае, с лесной орех. В общем, гулять под таким градом, ну, точно нельзя. Поэтому я и Уинона, мы тут сидим в магазине и не высовываемся. Не можем даже до машины добежать. Это опасно. Просто-напросто по голове получишь таким куском льда, как все равно камнем. Ну, обычно он, град быстро заканчивается. Мы просто пережидаем. Мы пережидаем в магазине, а вам, для тем временем, сидит в машине и снимает. Вот. Даже стекла у него запотели. Может быть, мне стоит помолчать какое-то время и дать вам послушать, как сильно град бьется об крышу. В реальной жизни это звучало, как выстрелы все равно какие-то. Очень громко, очень страшно. Все животные попрятались. Всем было страшно. А это там, вон, видно в магазине танцующая фигурка в дверях. Это Уинона. Танцует всякие танцы. Ее этот град привел в восторг. Такое прекрасное шоу. У нее нет страхов, у нее нет забот, у нее только радость при виде града. Вот она и танцует там в дверях. Делать все равно нечем. Мы там застряли, мы там стоим и ждем, пока град кончится. Вот она и отплясывает там. Делать все равно. Это будет нормальный фундамент, но это вот. Я имею в виду большую луну. Да. Они были срочно 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 встали, я иду, что я надеюсь, что я не уйду. Посмотрите, что это. О, вау! О, вау! О, вау! Смотрите, мы двигаемся на реке. Да, мы двигаемся на реке. А сейчас мы едем, спускаемся с холма Роузбад, так и называется, холм Роузбад, и дорога похожа на реку, вон даже видно, что правым колесом мы поднимаем страшные брызги, а представьте себе, это холм, он обычно всегда сухой, но выпало столько дождя, что этот холм превратился в реку. И мы как будто на лодке по реке едем. О следующем видео, посмотрите внимательно, там будет заснят феномен, которому я до сих пор не могу найти объяснение. Впечатление такое, будто клочья дождя висели в воздухе, не способные упасть. Вот они, такие прям клочья, даже не облаков, я бы сказала, клочья дождя, которые опутились очень низко, и ни туда, ни сюда. Они не падают вниз, они не исчезают, не тают, они просто висят очень низко, как будто можно их дотронуться до них рукой. Мы их на машине обгоняем, эти облака. И в резервации, в принципе, очень низкие облака, потому что мы находимся на очень большой высоте над уровнем моря. Но в данном случае облака опустились еще ниже. И полное впечатление было, как будто эти облака, как будто они вообще не в воздухе висят, а в каком-то желе. Потому что они неподвижно очень низко висят. И мы их обгоняем. Можно представить себе, насколько низко и насколько они близко находятся. И впечатление такое, как будто он остановил время. Вот как в фильмах, когда останавливают время, а кто-то один, для него время не остановилось. Так что он может ходить вокруг и все наблюдать, все пространство изнутри, остановленное время. Вот эти облака, вот полное впечатление, как будто остановилось время, как будто дождь выпал, но до земли не долетел, а так и завис. И как это может вообще быть физически невозможно, это сделать? Как это можно сделать, если воздух, он остается воздухом, он же не становится плотнее, правильно? Или, может быть, становится. Вот как-то мне до сих пор это непонятно, этот феномен. И, к сожалению, видео не полностью передает это ощущение. Ну, хоть какое-то ощущение. Но, честно говорю, никогда раньше я такого не видела в своей жизни.